Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Объектив» и сегодня у нас в студии Турагул Ниязович Беков, директор Центра агробизнеса, эксперт по продовольственной безопасности. Добро пожаловать, Турагул Ниязович! Расскажите немного о своем Центре агробизнеса, для чего он существует и какие проекты реализует? Здравствуйте! Еще раз выражаем благодарность, что пригласили нас и спрашиваете наше мнение. Я сейчас возглавляю Центр конкурентоспособности агробизнеса. Это учреждение, которое создано решением правительства Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики учредило наш Центр конкурентоспособности агробизнеса для того, чтобы мы развивали проекты в сфере агробизнеса. Наше учреждение было создано в 2004 году, юридически. Было создано в конце ноября 2004 года. Активную деятельность началась с 2005 года с реализации проекта Всемирного банка «Агробизнес и маркетинг». С 2005 года мы уже реализуем несколько проектов в сфере агробизнеса, работаем при координации Министерства сельского хозяйства. В данное время мы реализуем два проекта. Первый проект — это развитие молочного сектора в Иссык-Кульской области, который подходит к концу в этом году. Но со следующего года мы продолжаем реализацию этого молочного проекта по поддержке молочного сектора в Иссык-Кульской, Народской и Таласской области. Кроме того, реализуем проект совместно с АРИСом при координации Министерства экономики и Министерства сельскохозяйства. Реализуем другой проект Всемирного банка — оригинальное экономическое развитие Оржской области, в городе Орж и Оржской области. А какие охватывают пункты реализации этих проектов? По молочному проекту мы работаем в Иссык-Кульской области с 2018 года, она заканчивается в декабре 2021 года, я сказал, еще продолжается на 34 года. Мы работаем по четырем компонентам. Первый компонент — это развитие инфраструктуры по повышению производительности молочного сектора. То есть оказываем содействие молочным заводам, устанавливать связь, устанавливать систему качества, систему сбора, оценки качества молока, цифровизацию сбора молока совместно с молокозаводами Иссык-Кульской области. Кроме того, поддерживаем лаборатории, которые оценивают качество молока, в частности Каракольскую и Молчинскую ветеринарную лабораторию. Кроме того, помогаем фермерам повышение навыков по развитию молочного сектора. Помогаем по сбору молока, то есть обеспечиваем их танкерами-охладителями, бидонами, флягами, измерительными приборами. Оказываем содействие в создании мини-молочных ферм, а также в приобретении скота, более такого породистого скота. И еще большую работу проводим по искусственному осеннению молочного стада. Туракул Миязович, скажите, если вдруг какой-то фермер захочет воспользоваться услугами вашего агробизнеса, что нужно ему для этого сделать? Есть какие-то особые критерии? Потому что, я так понимаю, что вы не всем предоставляете свою помощь. Да, мы, когда проект этот начинался, исходили из того, что мы в первую очередь должны помочь мелким фермерам выйти на рынок производства избыта молока. То есть, наш критерий, чтобы это был фермер, у которого было бы 3-5 коров, который занимался бы молочным производством и который готов работать с молокозаводами по сдаче своего молока. И готов обучаться, проходить тренинги, консультанты с нашей стороны. То есть, мы проводили в Иссыкуле во всех районах свои выездные семинары, приглашали, и кто хотел участвовать, мы с ними работали. Ну, проект реализуется достаточно уже долгое время. А результаты вот какие? Результаты, да. Вот, как я сказал, мы начали работать с лета 2018 года. Вот в декабре 2021 года мы уже заканчиваем. Проект общим бюджетом 5 миллионов долларов по Иссыкульской области. То есть, у ДОИ больше стало короче? Ну, это 5 миллионов долларов. Что мы сделали? За эти 5 миллионов долларов, за течение 3 года мы провели несколько работ. Первое. Мы обучили 6 тысяч фермеров развитию молочного сектора. В первом этапе мы обучили 3 тысячи фермеров, во втором этапе обучили 3 тысячи фермеров. Обучались с февраля по декабрь, в течение 10 месяцев, каждый месяц по 3-4 дня. Это разведение скота, это содержание скота, это кормление скота, это искусственное осемнение скота, это кормопроизводство скота, заготовка кормов, хранение кормов, первичный учет сбора молока. Повышение качества молока. То есть, хочу сказать, что когда первый сбор мы хотели обучить 3 тысяч фермеров, многие фермеры не хотели, потому что говорили, мы все знаем, зачем заучить молоко, мы всю жизнь жили в селе. И мы еле через Акимов, через глав Алих Мэтту приглашали на наши семинары. И мы еле собрали 3 тысячи обучили. На следующий поток, из-за того, что посмотрели, что качество молока, уже записали 4,5 тысячи. Уже сами пришли. Да, уже сами 4,5 тысячи. Мы из 4,5 тысячи отобрали 3 тысячи. То есть, я говорю о том, что если бы, наверное, первый раз мы провалили бы 3 тысячи, мы на следующий год не собрали бы еще 300. То есть, если бы на следующий год уже захотели учиться 4,5, это же говорит о том, что у нас, значит, уровень обучения был хороший. То есть, мы обучили 6 тысяч фермеров. Следующий аспект. На 2 миллиона мы 2 тысяч фермерам купили 2500 голов скота. То есть, корову с теленком. Без процентов, без залогов. То есть, у нас есть отдел управления кредитных линий, это при Минфине действует в этом проекте. Они без залога, без процента помогли людям купить корову, теленку и заняться молочным сектором. То есть, эта корова перешла в их собственность? Да, их собственность. То есть, на 3 года отдается без процента, без залога. Вот на 2 миллиона 2000 фермеров купили 2500 голов. На 2 миллиона долларов. То есть, на каждого по 1000 долларов. Вот этот следующий аспект. 4 молокозавода раньше принимали молоко, раньше принимали молоко, и они все этот учет ввели в бумажную форму. Мы помогли провести цифровизацию на деле, и 11 тысяч фермеров мы провели в цифровизацию и вбили в компьютеры этих 4 молокозаводов. То есть, они уже каждый молокозавод уже знают. То есть, база данных у них есть? Да, база данных, кто сдает, по какой качестве сдает, какой жирности молока. И в результате они уже, молокозаводы, могли уже давать премию за качество, за жирность молока. Вот такого. 11 тысяч. Кроме того, вот эти 6 тысяч фермеров обучались не в Бишкеке, не в Караколе, не в райцентрах. Они обучались в каждой селе. То есть, мы сходили с того, что село, 25 фермеров обучаются, 25 фермеров, они объединялись, учились у одного фермера дома, у одного фермера обучались, и в течение года посещали его ферму. Ну, то есть, как учебный класс был непосредственно в ферме у одного фермера. И за то, что он год, то есть, 10 месяцев пускал, 25 человек у нее, мы как бы стимул давали 1000 долларов, чтобы он мог улучшить свою мини-молочную ферму. В результате мы создали 244 мини-молочных ферм, образцовых демонстрационных мини-молочных ферм. Их обеспечили мы доинными аппаратами, зернодробилками, резиновыми ковриками для скота, для молочного сада, и то есть, уже фермер этого села могли увидеть, что как должна выглядеть домашняя семейная мини-ферма. То есть, не надо минимум ферму строить позади дома, где там тень, где слякоть, где, так сказать, сырость. Оказывается, надо ферму строить, наоборот, на солнечной стороне, чтобы она обогревалась солнечными сторонами. Что, оказывается, надо не цемент делать, а резиновый коврик стелить, чтобы ему было удобно. Дали зернодробилку, где можно дробить кармани, так сказать, давать. То есть, вот такие 244 фермы создали. Кроме того, я хочу сказать, вот, по повышению породности скота. Раньше у нас, при Советском Союзе, средний удой с одной молочной коровы составлял 3000 литров молока в год. Сейчас в Кыргызстане, в среднем, удой с одной коровы в год составляет 2000 литров молока. Представьте себе, в России там 5-6 тысяч литров молока дают. В Европе 9-10, в Израиле 11-13 тысяч литров молока берут с одной коровы. В течение одного года, в течение лактационного периода. У нас, наоборот, при Совете 3000 литров молока получали. Мы, вместо того, что повышение, у нас оно снижилось на 2000. В Европе даже коза дает 2500 литров молока. У нас это обычное явление, когда все снижается. Это почему? Это два фактора. Это первое. Скот у нас стал беспородным, то есть племенный, не племенной скот, а он стал вырождаться. То есть у нас была знаменитая латавская порода, а наоборот, она стала вырождаться, и у нас понизились племенные качества. Второе – это система кормления. И поэтому мы начали работать по двум направлениям. Первое, как я сказал, в нашем семинаре мы 6000 фермеров обучили, что надо содержать скот в тепле, надо содержать скот не в сырости и не в темноте, а в солнечной, обогреваемой части. Что нужно поить зимой корову, не выгонять на поле, а надо поить теплой водой. Что нужно готовить кормосмеси, что нужно заготавливать силос, что нужно заготавливать сенаж, что надо за скотом ухаживать, что надо создавать сбалансированный кормовый рацион. Что нужно вводить не только грубые корма, но и сочные корма, это кормовое свекло, силос, сенаж, кормосмеси, комбикорма. То есть вот так мы обучали по тому, чтобы как содержать и кормовый рацион увеличить. Второй аспект, это мы должны повышать, чтобы доля племенного стада увеличилась в общее поголовье молочного стада. Поэтому есть две пути. Это можно завозить племенной скот. Ну представьте себе, одна корова, хорошая корова. Например, у нас простая беспородная корова стоит около 1000 долларов, но в долларах. Но согласитесь, породная скот, стоит он от 2,5 до 4 тысяч долларов. Естественно, таких больших денег. Или второй вопрос, это проводение искусственного осеннения. В соответствии с этим мы закупили замороженное семя быков бурой шведской породы. Американской селекции через Казахстан и провели искусственное осеннение в Искусской области. Для сравнения, в год до реализации нашего проекта в Искусской области в основном проходило естественным образом осеннение коров. То есть выгоняет на джайло, там коровы проходят оплодотворение местным быком. То есть маленьким бычком, который тоже... Ну, который там ходил, ходил. Да, да, имеется в виду нашим уже местным экотипом. А так, искусственное осеннение в год из Искусской области проводилось в среднем 1600-1700 коров. Из них процент стельности был 42%. То есть получали примерно 600-650 телят. Уже с лучшими племенными качествами. И перед нашим проектом была задача. Вот, начните работать. Если в год там 1600-1700 коров осенняли, искусственно осенняли, получали 600 коров, ваша задача хотя бы 30% охватить. Осенните примерно 500-600 коров, получите, например, 150 телят. Это будет показатель, что вот можно за счет племенного быка повышать породность, да, породность, качество молодняка. Мы за год осеннили 5000 коров. Процент стельности был уже не 42%, а 72%. И получили 3168 телят. А мы искали, чтобы у них уже потомство давало больше молока. Поэтому мы искали быков, у которых заложен генетический потенциал по повышению молочности его потомства. И поэтому мы нашли таких вот замороженных семян быков, у которых их потомство давали по 8,5-11 тысяч литров молока. Вот, и мы вот эти быки бурой швейцкой породы, американцы, у них целое гениалайское дерево, мы говорили, что ихние потомства первого-второго поколения, то есть их дочеря, дают 11-9 тысяч литров молока. Мы думали, о, хорошо. Значит, если тоже их семян осеннили нашу корову, мать дает 2000 литров молока, у отца генетический потенциал по повышению молочности его потомства 11 тысяч, то, значит, еще при хорошем кормлении уже, получается, наши телята будут давать 3-4 тысячи литров молока. Ну, вот такое осенение, вот такое. И вот поэтому мы провели и получили 3168 телят. То есть получилось? Да, да, получилось. Естественно, когда вот в парламенте, когда, так сказать, на нашем строительстве аграрном говорил, что там у нашей местной коровы 2000 литров молока, у быка молочность 11 тысяч литров молока, мы когда скрещиваем, думаем, что потомство получается там 3,5-4 тысячи литров молока, там шумгам поднял, неужели быка доят, неужели... Ну, это, наверное, все из-за некомпетентности. Да, и неужели у быка есть молочность, неужели быка дают, вот такие не знают, а вот мы знаем, и так много диванных экспертов стали специалистами в сфере молочного скотоводства. А так, профессионалы сразу, когда говорят, какая молочность быка, он подразумевается, какова молочность его потомства. Да, это понятно. То есть, ну, люди буквально восприняли. И в этом году, хотя короткий у нас период был, у нас из-за того, что мы экономно расходовали деньги в проектах, мы за границу не ездили, джипы не покупали, большие офисы не покупали, и у нас образовалась экономия. И мы за счет этой экономии в этом году смогли осенивать еще дополнительно 3 тысячи коров. И процент стельности 69%, 69-70%. И в следующем году мы ожидаем получить, даст Бог, примерно 2200 телят, полностью телят с улучшенными племенными качествами. И тогда, получается, вот за два года работы, если в Иссыкуле у нас будет 5400 телят с повышенными племенными качествами, это, я думаю, большой плюс. Ну, и тем более вы будете еще продолжать этот проект. И за счет того, что вообще, знаете, даже хочу похвастаться, что проекты, которые до этого работали, они максимум могли похвастаться тем, что осемняли в год или там весь пятилетний проект 500 коров. Мы за два года осемнили 8 тысяч коров. Наверное, потому что вы средства сохранили, сэкономили. Да, да, 8 тысяч коров. И на сегодня мы можем показать живую 3168 телят. Они сразу же на голову выше, чем наши местные телята. То есть у них же и, так сказать, конституция, экстерьер такой, и, так сказать, уши. Ну, такие серьезные малыши. Да, серьезные получаются. И видно, что отец у них был очень такой хороший родословный. И поэтому Всеминный банк принял решение о том, чтобы продолжить этот проект. Если на ИСКУ выделяется только 5 миллионов долларов, сейчас выделяют 17 миллионов долларов, чтобы мы продолжали этот проект и в ИСКУ, и на Рынских, и Талантских областях. И так что с декабря мы будем в этих указанных трех областях работать и также развивать вот этот молочный сектор этих трех областей. Скажите, Тургул Незович, как Вы вообще видите развитие животноводческой отрасли в Кыргызстане? Да, сейчас помогают доноры, да? Да. Ну, а если перестанут помогать, вытянем своими силами? — Знаете, система в чем заключается? Что, во всяком случае, надо сперва показать. Наш проект, я так думаю, это наш проект служит не в том, что мы должны решить весь сектор животноводства. — Всех обеспечить, да? — Мы просто хотим показать, что если ты отправил свою корову на джайло, она там прошла оплодотворение естественным способом от местного бычка, который метр с кепочки, да, образно говоря, и у тебя рождается такой же маленький теленок, и от него ты получаешь 2000 литров молока в год. Ну, сколько ты корнишь вот такое? А потом мы показываем, что если провести искусственное осемнение замороженным семенем племенных быков, у которых заложен генетический потенциал повышения молочности его потомства первого-второго поколения, я уже, видите, боюсь уже как-то... То уже после того, как если рождается телочка, через два года, два с половиной года, ты уже начинаешь получать в год с него примерно 3-4 тысячи литров молока. И на сегодняшний день, если теленок наш местный стоит там 15-18 тысяч сомов, маленький, да, месячный теленок, который рождается, то наш теленок, который характеризуется таким... — Качеством. Он уже стоит 23-25 тысяч. И он сразу набирает вес, и он крупнее, он мощнее. И уже люди понимают, что, оказывается, надо проводить... Лучше потратиться тысячу-две тысячи, лучше осемнение. И уже люди... Вот третий год мы как работаем в Секуле, уже люди поняли, что, оказывается, искусственное осемнение — это плюс. И уже люди начинают искать замороженное семя от этих племенных быков. Это вот плюс. Второе. В основном 60-70% коров, насекуле, во всяком случае, они зимой не доили. Потому что, говорят, молока нету. — Человек нет. — Да. — Как делается? А мы его, говорят, в поле выгоняем, зимой, говорят, выгоняем, она сама там кормится. А мы говорим, зимой тоже можно молоко получать. А как можно получать? Ну, как поить? Вот мы ведро воды ставим. — Холодное. — Да. Ну, холодное, там оно уже сверху... — Ледяная вода. — Ледяная становится. Как я сказал, позади дома, как у нас Малхана всегда задать дома, чтобы не видно было. А когда мы показали, что если ваш коровник построить на солнечной стороне... — Создать условия. — Да, если ее закрыть, чтобы она была не проветрена, чтобы не было ни сквозняки, чтобы солнце на нее падало. Что если его поить 5-6 раз теплой водой, то есть если мы выносим ведро теплой водой, не в том, что утром поставили, а так каждые, скажем, 2-3 часа мы вносим ведро теплой воды. Если мы не даем только грубые корма, вот сено какое-то же, а мы просто проходим через зернодробилку, через дробилку, и когда мы измельчаем это сено, если туда добавляем чуть-чуть кормовую свеклу, если добавляем туда чуть-чуть комбикорма, если добавляем чуть-чуть соли, выпариваем чуть-чуть солому и даем, и оказывается удивительно, что корова зимой тоже дает молока. Потому что, понимаете, когда мы выгоняем корову в поле, она свою энергию тратит на обогрев себя. А когда мы у нас в теплом, коровник мы его содержим, поем теплой водой, добавляем... Уход есть соответствующий. Да, да. Не просто так охапкой сено поставили, а наоборот его дробим, туда зерна ложим, чуть-чуть соли добавляем, кормовые добавки что-то добавляем. Надо же, как доказать. Результат другой, совершенно. Вот такое дело. Турагул Ниязович, что Вы думаете о продовольственной безопасности? По словам некоторых экспертов, этот вопрос остро встанет уже через 10 лет. На сегодняшний день мы обеспечиваем себя только молоком, овощами и картофелем. К большому сожалению, мы себя не обеспечиваем хлебом, фруктами, мясом, рыбой. Это все уже утраченные отрасли, да? Очень остро стоит проблема обеспечения сахаром и растительным маслом. И поэтому опыт же наших показал, наши вот 5-летние, когда какие-нибудь у нас катаклизмы происходят, Казахстан первый закрывает границу, и у нас с обеспечениями товарами необходимы затруднения. Поэтому мы должны производить сами. Да, да, сами производить. Хотя бы еду для себя. Да, да, для себя производить. И для нас у нас есть все условия. У нас земля есть, вода есть, природа хорошая. Надо поставить на хорошую стезю, и продовольственная безопасность должна быть во главу, во главе всех работ, которые проводятся в Кабинетах Министров. Спасибо вам большое. Турагул Ниязович, за интересную беседу. Я надеюсь, что мы еще продолжим и в следующих программах. Уважаемые телезрители, благодарю вас за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...